Здравствуйте, ребята, я Александр Позенко, и это мастер-класс «Как уложить волосы Бриолина». Кто не знает, это старинная мужская косметика, ей там более 80-100 лет, точно не скажу. Если видели в старинных фильмах черно-белых, у чуваков волосы были такие с мокрым эффектом. В общем, вот это она. Бриолин производился очень давно, теперь он снова вернулся вместе с темой на пластику, барбершопами и все такое. Бриолином есть очень большая разнобильность, они отличаются по своей консистенции, они всегда выделяются охренетительнейшим запахом, ну и все в таком роде. То есть, как бы вам так описать, что такое бриолин? Это такая... вот такая фиктура... Субстанция. Субстанция, точно, это жир. Это ебаный жир. Есть несколько вариантов, как нанести бриолин на голову. Первый, это мы берем с эту текстуру, пожалуй, я возьму что-нибудь получше. Есть такой вот адакс интересный, черный. Он утемняет волос, как с малым. Прикольная такая штука. Самое главное и первое правило бриолина. Это количество бриолином и также другой любой косметики ни в коем случае нельзя переупотреблять. Если вы нанесете ее больше, чем нужно, то есть перепорщите. Эта вся жижа поплывет. А так как он жирный, так как немного негативных факторов, это то, что остается на руках. Малышка, руки в волосы. Оу, фак. На подушке, на шапке, сейчас тем более зима плохая. И все такое. Максимально щадяще. Максимально щадяще, то есть понемногу. Маленькое количество. Берем на ручки. Ничего разогревать там под горячей водой не нужно. Это все полный бред. Не смотрите эти тупые инструкции. Все намного проще, чем кажется. Растираем на ручках. Это и то я много взял. Только для того, для картинки, чтобы вы могли увидеть, как это все выглядит. Растираем на ручках. Очень важно. Здесь суть в деталях. Взяли немного. Растираем между пальцами. Вот, между пальцами. Для чего? Волосы, да? Вы придумали себе какую-то форму там. Ежик. Ежик, не знаю там. Что такое? Растерка. Делаем, наклоняем головку. Смотрим в зеркало или не смотрим. Пальцы уже намазаны. Проходят через волосы. Видите? Хоп. Есть. И вот так вот, такими вот движениями, вы все втираете, 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 втираете. Да? Суть вы поняли. В теории. Вот, если хотите, блютальный силуэт. Там, без расчесываний. А вот и с расчесыванием. Вы втерли. Краса. Краса. Ну, поняли, да? Второй вариант. Это берем бриарин. Ну, например, понадобится очень до хрена. Вообще не советую. Тупой метод. Если нечем заняться, то протестируйте. Втираем его в расческу. У меня, к примеру, расческа. Не маленькая, согласитесь, да? Втираем в расческу. Далее, тем же способом. С одной стороны. С второй. С третьей. С четвертой. С пятой. И вот так максимально всю голову втираем. Для чего это все делается? Бриарин по своей структуре охренительно такая, как вам выразится, допустим, субстанция Х. То есть, в чем фишка бриарина? Он носится неделями. Неделями. Да, ребята? Это факт. Это правда. Его там намазал. Пару дней прошло. Помыл голову. Голова чистая. Но. Голова чистая. Бриарин остается. Вы далее подтерли немного и дальше ходите. Удобная, универсальная штука. Но. Также на любителя. Он жирный. Это тупо ебаный жир. Понимаете? Это ебаный жир. И с ним нужно максимально аккуратно. Поменьшее количество. Растерли. И втерли в голову. Ничего сложного. А теперь расскажу вам самую интересную вещь. Странно наблюдать барберов. Причем неплохих барберов. Которые на моих глазах годами там стригут людей. И мажут детям. Там это вообще запрещено. То есть детям косметику. Там до 12 лет абсолютно. То есть мажут взрослым. Не мажут. Втирают приолин. То есть отпустили чувака. Чувак естественно красавчик. А поверьте. И с любой стрижечкой бриолин смотрится шикарно. Думаю по картинке видно. Вообще не важно как ты. Я не стрижен кстати 2,5 месяца. Да? Понимаете о чем я? Есть самая главная деталь. Эти барберы. Они людям не говорят самое золотое правило бриолина. Бриолин сука не вымывается шампунем. А только смывается. Что потом люди звонят и говорят. Ребята что за хуйня как это смыть вообще? Потому что действительно чувак там сегодня, завтра, через 3 дня моет голову. Голова чистая, а волосы жирные. И не может понять в чем дело. Барберы прошу вас. Каким там либо бриолином не мажете. Обязательно говорите клиенту. Что смывается только чем? Правильно. Мылом. Мылом. Смывается с первого раза. Это доказанный факт. Это все разводы. Насчет там шампуня специальных для смытия головы. Если вы конечно какой-то мажорит. То можете себе это говно позволить. Но обычным мылом ребята с первого раза без проблем. Смойте и все будет четенько. Если появились вопросы. Задавайте их. Ставьте большой палец вверх. Комментируйте. Подписывайтесь на наш канал. На ютуб. Я не со злостью так говорю? Стой, стой, стой. Подожди, я не врубаю. Что ты, блядь, разозлился, сука? Я, блядь, злой. Так, короче, я говорю нахуй. Ставьте палец вверх. Все, да? Да, только ты говори. Ставьте палец вверх. Ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на наш паблик на ютубе. Так, ну давай. Ну давай, говори дальше. Там нормально было. Потому что я с агрессией, со злостью похудел. А ты нахуй с агрессией. Ребята, если есть какие-то вопросы, задавайте, комментируйте. Ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на наш паблик на ютубе. И до новых мастер-классов. Кстати, серия выйдет очень скоро. И вот эти мастер-классы буду стараться выкладывать каждые выходные. Так что до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну ты ж жирная, сука.